Здравствуйте! В эфире информационная программа «Тема дня» в студии Екатерина Иваненко. Смотрите в нашем выпуске. Крах европейской мечты для Украины. В Риге прошел саммит Восточного партнерства. КПРФ усиливает работу в регионах. Геннадий Зюганов с официальным визитом посетил Татарстан. Снивая торговля, полулегальный бизнес продолжает существовать в России. Прошедший саммит в Риге отражает крах европейской программы Восточного партнерства. Западные журналисты уже называют ее провалом. И Рижский саммит это подтверждает. Президенты двух стран Восточного партнерства – Армении и Белоруссии – отказались от визита в Ригу. Надежды украинских властей, связанные с проведением саммита, были развеяны еще до его официального открытия. Президент Петр Порошенко ожидал многого – добиться безвизового режима, получить 2 миллиарда евро, обозначить перспективы членства Украины в ЕС. Но Брюссель достаточно определенно заявил, что формат Восточного партнерства не предусматривает для Украины гарантии скорого вступления в Европейский союз. В самом Евросоюзе тоже неспокойно. Парламент Чехии отказался ратифицировать соглашение об экономической ассоциации Украины с ЕС. Документ заблокировала коммунистическая партия Чехии и Моравии. О России на саммите не говорили. Хотя Восточное партнерство и было создано в пику Евразийскому экономическому союзу, канцлер ФРГ Ангела Меркель особо подчеркнула, что программа партнерства не направлена против России. Политика США при определенных условиях может привести к возникновению Третьей мировой войны. Об этом пишет венесуэльская газета «Аналитика». В киберпространстве конфликт между Западом и Востоком уже идет. Известный американский экономист и политический эксперт Полу Робертс считает, что миру угрожает глобальный конфликт из-за военной политики США в отношении России и Китая, а также американских планов по наращиванию военной мощи в Европе и Восточной Азии. Соединенные Штаты уже убедили Россию и Китай в своих воинственных намерениях и подтолкнули их к стратегическому альянсу. В то же время антироссийская пропаганда способствует возникновению условий для глобальной ядерной катастрофы. Бывшая сотрудница Белого дома, специальный помощник президента США Филиппа Малмгрен заявил, что с точки зрения Пентагона Соединенные Штаты уже находятся в состоянии войны с Китаем и Россией. Однако боевые действия разворачиваются не на традиционных военных театрах, а в киберпространстве. КПРФ активно готовится к предвыборным кампаниям во всех регионах страны. Лидер партии Геннадий Зюганов совершил рабочую поездку в Республику Татарстан. Главной целью визита стало участие в масштабном семинаре совещаний партийного актива Приволжского и Уральского федеральных округов, а также общения с руководителями Республики. На встречу партактива прибыли делегации из 20 крупных регионов России, секретари Центрального комитета КПРФ, члены Президиума. Семинар совещания посетил заместитель министра экономического развития Республики Олег Пелевин. Форум начал свою работу с традиционного вручения партийных и комсомольских билетов. После этого Геннадий Зюганов выступил с докладом о политической ситуации в России и основных задачах региональных отделений КПРФ. 9 мая показало, что партия власти, которая долго пыталась ползти в эрганизированную курсу, поняла, что этот курс не бросит тупик, а ведет гибель. Эта партия поняла, что те друзья в Америке и в НАТО, которые назывались партнерами, для них мы оказались клиентами. Партия поняла, что без опоры на великую советскую эпоху и достижения во всех областях, в том числе и оборонного комплекса, нам не решить задачи. Позже лидер КПРФ провел встречи с председателем Госсовета Республики Татарстан и мэром Казани, в ходе которых обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона. Партия «Единая Россия» тоже начала готовиться к региональным выборам. За последние две недели в добровольную отставку со своих постов ушли уже шесть губернаторов. И, как говорят в таких случаях, это не предел. Так называемый губернаторский звездопад стал одной из главных тем обсуждения в Госдуме на этой неделе. С подробностями наш парламентский корреспондент Регина Лисаченко. Главы регионов попросили президента об отставке вовсе не из-за критического отношения к своей работе. Они торопятся принять участие в едином дне голосования, который в этом году назначен на 13 сентября. Однако надо заметить, что все уволившиеся еще как минимум год могли сидеть в своих губернаторских креслах. Вот у меня официальный список. Островский работает до 17-го года, Костромская область Ситников до 17-го года, Омская область Назаров до 17-го года, Ирошенко Сергей Владимирович, Иркутская область до 17-го года, Илюхин до 16-го года, Ленинградская область Дрозденко Александр Юрьевич до 17-го года. Между тем, по мнению экспертов, перенос выборов в первую очередь выгоден власти, которая опасается, что отношение к ней ухудшится на фоне экономического кризиса. Поэтому, следуя логике, и спешат ходоки из регионов застолбить свои позиции. Единственной фракцией в Госдуме, которая выступила за прекращение так называемого добровольного звездопада губернаторов, стали коммунисты. Поэтому я всех приглашаю присоединиться к нашей группе и внести в избирательный закон поправку, которая не позволяла бы добровольно уходить в отставку губернатора. На поддержку других партий в парламенте КПРФ вряд ли может рассчитывать. Либералы уже сегодня стараются договориться с властью. В числе отказников значится губернатор Смоленской области Алексей Островский. А на этой неделе лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести выборы в Государственную Думу с декабря на сентябрь 2016 года. У нас есть закон. Единый день голосования в Российской Федерации – второе воскресенье сентября каждого года. Мы не должны нарушать закон. Поэтому выборы в Госдуму нужно перенести на сентябрь. Это заявление было сделано на встрече с руководителем пресс-служб, законодательных и исполнительных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации. О том, что это предложение нарушает основной закон страны, видимо, в ЛДПР решили не вспоминать. Ведь перенос думских выборов может состояться только в случае досрочного прекращения работы парламента. И решать судьбу Думы вправит только президент. Всего один раз мы сами добровольно сократим свои полномочия на два месяца. Для этого мы можем принять решение о самороспуске в июне 2016 года. И президент назначит выборы на 11 сентября. Распустить Госдуму президент может в нескольких случаях. Во-первых, если депутаты заупрямились и трижды отклонили предложенную Кремлем кандидатуру премьер-министра. Кстати, на грани такого политического коллапса страна уже однажды была. В сентябре 1998 года Дума дважды проигнорировала предложение Бориса Ельцина назначить на должность главы правительства Виктора Черномырдина. Но тогда смогли договориться. После дефолта, когда все обвалилось, собрались и я сказал, без коллекционного левоцентрического правительства нам не выбраться из этой финансовой бюджетной ямы. И тогда мы предложили Примакова, Маслякова и Яращенко. Президент может распустить Думу, если последняя показала красную карточку правительству. И тогда, согласно Конституции, Кремлю придется выбирать между отставкой Кабмина и парламентом. Впрочем, сам того не желая, лидер ЛДПР, обвиняя коммунистов в нежелании поддержать его инициативу, раскрыл свои карты. Я думаю, что в декабре будет хуже, чем в сентябре 2016-го. Настроение будет у людей хуже, и они получат больше голосов. Зато за две недели майского пленарного марафона «Единая Россия» заблокировала все предложения коммунистов сделать выборную кампанию 2015 года более честной и прозрачной. По мнению оппозиции, во время досрочного голосования и голосования вне избирательных участков происходит наибольшее количество нарушений, в том числе и вбросов. Город Нижний Новгород, Московский район, избирательный участок номер 2486. Досрочно проголосовали 59 человек. Вне помещений проголосовали 805 действительных бюллетеней, то есть, в принципе, приняло общее число голосований на участке 1236. До официального старта предвыборной гонки 2015 года остается меньше месяца. Для нынешней партии власти это последний шанс перед большими выборами закрепиться в регионах. Что касается КПРФ, то уже названы первые кандидаты, которые пойдут на губернаторские выборы этого года. Сергей Георгиевич Левченко, например, будет участвовать в губернаторских выборах в Иркутской области. Вадим Сергеевич Шурчанов в своей родной республике Чувашия. Вадим Георгиевич Соловьев также депутат нашей фракции в Тверской области и так далее. Регина Лисаченко, Александр Кабаненко, Наталья Корочкина. Специально для программы «Темы дня» из Государственной Думы. За распространение газеты «Правда» секретарь Саратовского областного комитета КПРФ признан нарушителем закона. В марте этого года Николай Бондаренко выступил организатором акций протеста, связанных с раздачей агитационных материалов в общественном транспорте и на улицах. Мероприятия, получившие название «Красная карусель», неоднократно подвергались попыткам срыва со стороны правоохранительных органов. По мнению участников акции, внимание полиции привлекла резкая критика деятельности региональных властей, ответственных за то, что Саратов оказался в пятерке беднейших городов России. События сегодняшнего дня посвящены очень важным проблемам нашего города, которые по нашей вине в первую очередь происходят благодаря главе нашего города Грищенко и губернатору Радаеву. Мы выступаем за их отставку, считаем, что они некомпетентные люди и не должны заниматься той деятельностью, которую сегодня ведут. Накануне за проведение очередной акции по распространению газет Бондаренко был оштрафован на 20 тысяч рублей. Соответствующее постановление вынес районный суд, который признал газету «Правда» агитационным материалом о «Красной карусели» публичном мероприятии, проведенном без подачи уведомления в установленном порядке. В беседе с журналистами Николай рассказал о причинах такого судебного решения. Власть понимает, что горит земля под ногами, понимает, что в условиях этих социально-экономических потрясений долго ей не удержаться и, конечно, пытается, кроме как репрессиями, кроме как своей реакционностью, по-другому она реагирует не может. Я считаю, что для нас, для коммунистов, в первую очередь важно то, что чем сильнее сожмешь пружину, тем она сильнее выстрелит. Поэтому я убежден, что их действия, кроме как близорукой политикой, недальновидные, назвать очень тяжело. Решение суда в отношении Николая Бондаренко вызвало бурную реакцию общественности. В социальных сетях в поддержку коммуниста опубликованы сотни фотографий из более чем 10 регионов страны. Люди выражают свой протест в политике преследования активистов КПРФ в Саратове. 20 российских регионов находятся на грани дефолта. Такую статистику представили на днях эксперты высшей школы экономики. По мнению специалистов, кризис у региональных бюджетов привел процесс наращивания социальных расходов на фоне новых проблем в экономике. Так ли это и чем грозит региональный кризис экономики страны в целом? На эти и другие темы мы беседуем с доктором экономических наук, заведующим лабораторией экономического факультета МГУ Андреем Колгановым. Здравствуйте, Андрей Иванович. Добрый день. Андрей Иванович, скажите, пожалуйста, насколько вообще уместно говорить о дефолте какого-то конкретного региона и чем это грозит для экономики страны в целом? Ну, о дефолте можно говорить. Дефолт – это просто-напросто отказ от обслуживания своих обязательств финансовых. Так что он может быть и в отдельном регионе, и в городе, и в стране в целом. Чем же он может быть опасен, дефолт отдельного региона? Тем, что неизбежные социальные расходы, от которых нельзя полностью отказаться даже в условиях жесткого режима экономии, значит, эти расходы лягут на чьи-то еще плечи. Андрей Иванович, как я уже сказала, основной причиной происходящего эксперты называют увеличение социальных расходов при не самой хорошей экономической ситуации на сегодня. Согласны ли вы с этим утверждением? Нет, я с этим утверждением не согласен. Я не наблюдаю увеличение социальных расходов в последнее время. А вот то, что наблюдается, это любые изменения в социальных расходах. Федеральный центр предпочитает перекладывать на плечи регионов и в то же самое время сужает налоговую базу, которая позволяет им получать доходы. Но неужели федеральный центр не видит, что, даже не мог прогнозировать, что возникнут такие проблемы? Но эти проблемы, насколько мне известно, возникли далеко не вчера и даже не позавчера, они наблюдаются еще с 90-х годов. И число дотационных регионов у нас с начала наших реформ постоянно увеличивается. Андрей Иванович, как такая ситуация отразится на рядовых гражданах регионов, которым грозит дефолт? Что им делать в такой ситуации? Если регион не может обслуживать свои долговые обязательства и не может осуществлять соответствующие расходы, дальнейшие заимствования для него становятся, если не полностью блокированы, то крайне затронены. А следовательно, у него не будет источников покрытия дефицита. Андрей Иванович, на Ваш взгляд, почему в принципе возникла подобная ситуация? Это проблема некомпетентности региональных властей или это проблема все-таки федерального центра? Общие свойства нашей бюрократии одинаковы, что в центре, что в регионах. Но поскольку в центре сосредоточены наиболее влиятельные группы бюрократии, они, соответственно, перетягивают одеяло на себя и относительно ослабляют региональные власти. Соответственно, большая часть регионов оказывается в ситуации, когда они не в состоянии мобилизовать достаточные ресурсы для того, чтобы оплачивать те социальные обязательства, решения по которым принимались в федеральном центре. Андрей Иванович, как-то можно исправить эту ситуацию именно в текущих условиях? Ведь недавно министр финансов заявил о том, что у нас пик кризиса пройден и в принципе ситуация налаживается. Если бы у нас нашлась достаточно решимость для того, чтобы изменить отношение к формированию доходной части бюджета в регионах, то есть расширить их налоговую базу, во-вторых, создать более эффективную систему выравнивания региональных доходов. Но понятно, что у регионов неравномерно распределены источники ресурсов, на которые они могут опираться. Есть регионы очень богатые, есть регионы относительно бедные. Значит, должна существовать система, которая позволяет перераспределять средства от чрезмерно богатых регионов к регионам, которые обделены ресурсами. Но у нас, к сожалению, такая система работает пока недостаточно эффективно. Да, такое перераспределение есть, но оно не приводит к существенному выравниванию финансового положения регионов. Андрей Иванович, Ваш прогноз можно ли ждать в ближайшем будущем изменения бюджетной политики, налоговой политики, чтобы как-то нивелировать эту разницу доходов между регионами? Я думаю, что какие-то изменения вносить просто придется. Это будут вынужденные меры. Насколько будут предприняты эффективные шаги, я прогнозировать не берусь. Но что-то придется делать, потому что иначе могут быть последствия, связанные не только с значительными неприятностями для населения, но и с ростом социальной напряженности. Спасибо Вам большое, Андрей Иванович. А я напоминаю, что в гостях у нас был доктор экономических наук, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Не все отрасли экономики России переживают кризис. Так называемый ларечный бизнес продолжает стабильно существовать. В мае прошлого года в подмосковном Пушкино на рынке рядом железнодорожной станции мигрант из Узбекистана на почве бытового конфликта убил футбольного болельщика Леонида Сафьяненкова. Тогда эта история всколыхнула не только город, где беспорядки футбольных фанатов пришлось подавлять ОМОНу, но и всю страну. Убийцу поймали, рынок закрыли, виновных наказали. Конфликт оказался исчерпанным, но главную проблему решить так и не удалось. Подробнее в расследовании нашего канала. На пятачке рядом с подземным переходом у железнодорожной станции Пушкино за год мало что изменилось. Разве только больше нет фотографии и цветов у забора, где погиб Леонид Сафьянников. Спешно прикрытые поначалу ларьки вновь торгуют, как ни в чем не бывало. И за прилавками все те же мигранты. И у них все те же русские хозяева. Власти спустили все на тормозах. Излачное место, где, по словам местных жителей, совсем недавно можно было купить даже наркотики, остается головной болью для горожан. Правда, это мало волнует хозяев пристанционного бизнеса. Мигрантов быть не должно нелегально. Это мое мнение лично. А что для этого сделать, по вашему мнению? Не знаю. Вот смотрите, были палатки, сегодня их нет. А до этого дня работали? Конечно. А, то есть это только сегодня закрыто? Сегодня вам все закрыто. А, как интересно. Так что это самое. Одна вот, я удивилась, одна работает. А так, когда приезжает какая-то комиссия, им, наверное, все-таки сообщают. И все закрывается, все вроде ничего, никакой палаточки нет. А так все торговля идет? Конечно идет. О нашем визите здесь знали еще с утра, что подтвердили обитатели торгового пятачка. Нас предупредили за неделю, что до вашего приеда. Лучий день. И встретили нас довольно неприветливо и даже агрессивно. По-видимому, опасаясь новых проверок. Вы с какого канала, ребят? Ну, вам же сказали, что это частный случай, да? Ничего. И пиши, и передай моей жене привет. Уехала в Нижний Новгород и в Ростов. Мы свою работу делаем, вы с вами. А я? А я в Володе. Работай на Красной площади. Вот такие хозяева. И законы для них, похоже, не писаны. Ни местные, ни федеральные. На сегодняшний день определенная работа проведена, но проблемы все-таки остаются. На протяжении всего этого времени мы активно работали со всеми предпринимателями, которые осуществляют деятельность именно на этой улице. Для начала администрация издала постановление о прекращении торговой деятельности, но проблема, которая связана с тем, что нужно было закрыть все предприятия, на сегодняшний день до сих пор не решена. Вроде все сделано. И план переустройства территории разработан, и публичные слушания проведены, даже поиск мифического инвестора ведется. Но на деле все пеняют друг на друга. Администрация на полицию, суд и миграционную службу, а те на администрацию. Этим безвластием с радостью и пользуются владельцы торговых точек. Дальше нестационарные объекты установлены на земле, принадлежащей в частной собственности. И, естественно, применить к ним какие-либо меры по демонтажу этих объектов у нас не представляется возможным. Так как в соответствии с федеральным законодательством собственник самостоятельно распоряжается принадлежащим ему имуществом. К сожалению, в Пушкино, как и по всей стране, малый и средний бизнес сведен преимущественно к примитивному купи-продай. А торговый сектор, как видно, не всегда легальный, растет семимильными шагами. На территории Московской области утверждена минимальная обеспеченность жителей торговыми площадями. Это в размере 552 квадратных метра. На территории города Пушкино такая обеспеченность составляет тысячи квадратных метров на тысячу жителей. Никто точно не скажет, какие деньги крутятся в сфере полулегальной и теневой торговли, обогащая предпринимателей и многочисленную армию лиц, их покрывающих. И власть это, по-видимому, вполне устраивает. Ничего личного, только бизнес. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова